На тестовые соревнования зимней универсиады 2019 по лыжным гонкам в Красноярск приехали призеры и победители Олимпийских игр. На первом этапе Кубка России выступят чемпион Турина Евгений Дементьев, серебряные призеры Сочи Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, Александр Панжинский, вице-чемпион Ванкувера, а также обладательница бронзовой медали Пхенчхана Анна Нечаевская. Соревнования будут проходить в течение всех выходных на стадионе «Радуга». Вход для болельщиков свободный. Последняя домашняя игра в 2018 году. В эту субботу в 18 часов футбольный Енисей на центральном стадионе проведет встречу с Грозненским Ахматом. Вход для болельщиков будет бесплатным. Планировалось, что этот матч в качестве исключения состоится под крышей в футбол-арене Енисей. Подобный шаг даже одобрило бюро исполкома РФС. Но руководство РПЛ решило иначе и запретило проводить встречу в Манеже, ссылаясь на регламент лиги. Отметим, что игры чемпионата России могут проводиться при температуре до минус 15 градусов. По прогнозу синоптиков, завтра в Красноярске ожидается до минус 16. Главный тренер Ахмата Рашид Рахимов уже заявил, что если температура не будет соответствовать нормативу, он не станет выводить команду на поле. Здесь зависит, в первую очередь, от настроения и желания соперника. Но, несмотря на все комментарии в прессе, которые были от наших коллег, я надеюсь, что в любом случае, какой бы ни была температура, ну в рамках разумного, конечно, там в минус 20, наверное, всем будет не очень комфортно играть в футбол. Но, тем не менее, если разночтение будет в 1-2 градуса от регламентарной нормы, надеюсь, все-таки мы с коллегами как-то какое-то общее решение будет принято в поле игры в футбол. Сам Ахмат уже находится в Красноярске. Если все же игра завтра не состоится, будет выбран резервный день для проведения встречи. Вероятнее всего, матч перенесут уже на следующий год. Впервые в истории Красноярск принимает чемпионат России по рукопашному бою. Соревнования будут проходить до конца недели в спортивном комплексе «Сопка». В город съехались три сотни спортсменов от Калининграда до Камчатки. Мужчины и женщины разыграют 19 комплектов наград. Финалы во всех категориях пройдут в воскресенье. В этот же день красноярцев приглашают в дом спорта имени Дворкина. В 16 часов начнется матч между женской командой «Енисея» и грандом российского волейбола «Казанским Динамо». Ну а сразу по окончанию этой игры на площадку выйдут мужчины. Подопечный Любомира Травицы сыграют с уфимским «Уралом». Антон Соркин, Афонтово Спорт.